здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал крамола несусветная значит на вот этот вот мой ролик который называется протоколы сионских мудрецов все исполнено от первой до последней буквы пришел очень интересный мне комментарий который я и хочу вам зачитать сразу предупреждаю антисемитов прошу выключить ну давайте значит впоследствии будет второй ролик потому что на по мотивам этого комментария я начал искать и я вам значит предлагаю сразу посмотреть следующий мой ролик который будет на эту тему который будет называться 20 вещей о кабале так ну давайте перейдем теперь непосредственно к комментарию о протоколах сионских мудрецов согласно иудаизму неевреи обязаны строить свою жизнь и жизнь своих сообществ исходя из следующих семи принципов завещанным завещанных господом богом ною и его потомкам сразу хочу вас чтобы вы запомнили имя именно эти семь принципов значит потом в следующем ролике это эти семь принципов всплывут и я вам кое-что зачитаю по эти семи принципов так господом богом ною и его потомкам признание того что если лишь один господь бог и создатель первоисточник всего сущего который постоянно поддерживают поддерживает существование которого нельзя заменять ограниченными и дали идолами и только к нему должны быть обращены религиозные устремления второе уважение создателя третье уважение к жизнью и здоровью человека поскольку каждый человек создан по образу и подобию всевышнего каждый человек это целая вселенная из этого принципа следует заповедь помощи ближнему четвертое уважение к семье и институту брака поскольку брак является самым совершенным творением всевышнего а брачный союз мужчины и женщины отражает единство творца и его творения пятое уважение к имуществу ближнего и честность в материальных отношениях с людьми шестое уважение к природе и живым существам седьмое поддержание справедливости путем установления необходимых законов и воплощение их жизнь посредством государственных институтов назначение судей и создание справедливой судебной системы евреям тора заповедуем заповедует по возможности склонять всех обитателей мира жить в соответствии с данными принципами склонять в том числе и силой оружия ежели отдельные не евреи или их сообщества отказываются следовать данным принципам то они согласно требованиям иудаизма подлежат уничтожению кроме того что согласно торе господь бог завещал первым людям плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею бытие 1 28 а затем после потопа повторил эту заповедь сыновья мною и его детям бытие 91 согласно мнению некоторых современных мудрецов под словом земля здесь подразумевается не только наша планета но и весь материальный мир вся вселенная не евреи согласно первейшей заповеди обязаны осваивать планеты превращая вселенную в живой цветущий сад для того чтобы освоить планеты нужны знания космические корабли чтобы было кем населять планеты нужны люди для того чтобы дать возможность человеку гармонично развиваться стать высококвалифицированным специалистом необходимо могучее богатое развитое социальное государство которое снимет с человека проблемы образования медицины и жилья и пропитания задача же евреев согласно торе хранить в чистоте учень учение всевышнего напоминать неевреем об их обязанностях и необходимости жизни в соответствии с завещанным господом богом принципами быть народом священников духовно окормлять народы мира согласно ходить хасидизму мировая власть евреев ни в коей мере не должна быть похожа на власть господ жирующих за счет своих рабов и на власть бездушных чиновников которые за зарплату осуществляют свои административные функции не интересуясь потребностями и проблемами населения веренной им территории власть евреев согласно хасидизму должна быть похожа на власть приходского священника который обязан прежде всего быть для прихожан моральным духовным и даже интеллектуальным авторитетом следующий комментарий того же автора поехали дальше но что утверждают протоколы сионских мудрецов они говорят что евреи должны разжигать в неевреях низменные страсти склонять их к бунтам хаосу индивидуализму к неуважению государственным институтам согласно протоколам евреи должны подавлять в среде народов мира личную инициативу с целью их подчинения все это явно противоречит принципам которые они согласно талмуду обязаны распространять среди народов мира далее если евреи будут подавлять в неевреях личную инициативу как написано в протоколах сионских мудрецов то как неевреи смогут выполнить заповать заповедь преобразования вселенной в живой цветущий сад то есть протоколы сионских мудрецов явно противоречит талмудической традиции и вероятное всего являются очередным наветом происхождение протоколов уходит в глубину веков и непосредственным образом связано с самим подлым преступлением которое когда-либо было совершено против русского народа в 15-16 века эпоха войн московской руси против великого княжества литовского основное население великого княжества литовского составляли славяне предки украинцев и белорусов государственными языком также был славянский на основе кириллицы недаром великое княжество литовское называли еще литовская русью для ведения войны против московской руси великое княжество литовское вынуждено было постоянно осуществлять займы и выпрашивать субсидию стран запада и искать там союзников для этого она начала массированную информационную кампанию с целью создать в сознании элиты и народов стран западной европы образ московской руси как дикой агрессивной и невежественной варварской страны где правит бал мракобесия коррупция и самодурство литовцы были прекрасно осведомлены о реальном положении дел в московской руси в отчета для внутреннего пользования они описывали ее как зажиточную асиметричную федерацию в которой мирно существовали регионы с различными местами демократическими монархическими олигархическими режимами с эффективно работающей налоговой и судебной системами автономной экономикой с многоукладной промышленностью функционирование которой обеспечивала развитая финансовая система государственного кредитования но на европейской арене они распространяли клевету о московском варварстве и дикости агрессивности и коррумпированности примерно в тех же выражениях которые сегодня употребляют оппоненты русского мира весь информ весь инструментарий русофобии который сегодня применяют украинские и западные политики состоящий из соответствующих стереотипов был разработан именно в спецслужбами великого княжества литовского мы сами русские в россии до сих пор находимся в плену в плену данных стереотипов о нашем якобы варварстве лени и пьянстве неуважение к жизни простого человека сегодня данную риторику используют так называемые прозападные либералы лицо литовцы разносили слухи о том что русские варвары желают завоевать европу посредством военного и экономического давления спонсирование бунтов и беспорядков далее по литовские дороги шли прочие враги россии польша швеция и пруссия в 1812 году на французском языке была опубликована политически тенденциозная фальсификация завещания петра великого по утверждению публикаторов документ представлял собой стратегический план действий для преемников петра великого на многие века с целью установления россии мирового господства данная публикация распространялась на разных языках во множестве вариантов и несмотря на то что русские ученые неоднократно аргументированно разоблачали фальшивку она до сих пор в ходу у политиков запада и востока анализ текста протоколов сионских мудрецов показывает что данный документ составлен на основании завещания петра великого с заменой объекта с русских на евреев текст протоколов выдает абсолютное непонимание автором сути иудаизма вообще и талмудического законодательства относительно неевреев в частности слишком явно был виден плагиат и поэтому антисемиты почти не пользовались протоколом для ведения информационной войны против евреев аж до приходи к власти в германии национал социалистов русские люди которые сами являются постоянным объектом наветов и провокаций не должны ни в коем случае пользоваться протоколами для ведения информационной войны против еврейского народа барух ашеп вот такой значит интересный комментарий ребята мне пришел я начал искать вышел вот на такой вот значит сайт называется маша хару и очень много интересного нашел но об этом я расскажу вам в следующем ролике который будет называться 20 вещей о кабале которые должны знать все спасибо за внимание смотрим следующий мой ролик вот так вот а вот